Здравствуйте! Информационное время на канале ОТВ продолжает программа в центре внимания в студии Ольга Сомкина. Мы работаем в прямом эфире. 220-92-96 наш телефон. И сегодня будем говорить о том, почему на улицах Владивостока появляются голые люди. Разобраться в этом вопросе нам помогут наши гости. Я представляю Константин Луговой, координатор проекта «Здоровая Приморья». Здравствуйте! Здравствуйте! Вячеслав Варушичев, врач, клинический психолог. Добрый вечер! И Руслан Гриднинский, руководитель Центра социальной адаптации «Приморский Феникс». Здравствуйте! Итак, поводом для нашей встречи стало видео, которое обошло очень много в городе. Об этом говорили. Скандальное достаточно видео. И я предлагаю... Внимание на экран! Ненабережной сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал по улицам абсолютно голым. Возмутитель спокойствия, по словам очевидцев, пытался прорваться в магазин промышленных товаров. Событие утра субботы зафиксировал на свой мобильный телефон один из очевидцев происшествия. Проезжая мимо набережной возле магазина «Домовит», он заметил обнажённого мужчину. Размахивая руками, гражданин что-то кричал и демонстрировал сотрудникам полиции свой детородный орган. При этом голый мужчина пытался проникнуть внутрь магазина, где работают одни женщины. Полиция и сотрудники охранного предприятия помешали Дон Жуану зайти в магазин, после чего тот начал искать общение со случайными свидетелями происшествия. Со слов очевидцев, какого-то осмысленного разговора с мужчиной не получалось, он нёс полную чушь. Сотрудники полиции попытались отвезти мужчину в отделение, но тот добровольно ехать отказывался. Вскоре состояние хулигана ухудшилось. На подоспевшей к тому моменту скорой помощи мужчина поехал в городскую больницу. По предварительной информации, у гражданина отравление синтетическими наркотическими веществами. Итак, молодой, красивый, голый, ведёт себя явно неадекватно. Почему? Почему такое поведение у этого человека? Объясните. Вот люди писали в комментариях, он больной, он дурак. Кто он на самом деле? Знаете, наверное, я отвечу. Да, как врач. Да, как врач, как психолог. Года, наверное, три или четыре назад я впервые увидел по какому-то каналу о том, что молодой человек бегал по-русски в жёлтых трусах. Потом эти публикации стали всё чаще и чаще появляться уже несколько лет, но где-то с 2009 года это достаточно... То есть голыми людьми в нашем городе уже никого не удивишь. И это было связано как раз с тем, что появились новые наркотики. Их называют дизайнерские, их называют психостимуляторы. Названий у них на самом деле очень много. Сейчас, наверное, мы увидели на стенах домов всевозможные названия с телефонами. Миксы, соли, смеси, спайсы и тому подобное. То есть вещества эти разные, и они вызывают подобное безумие. Ну, это, в общем-то, один из таких, знаете, видов наркомании и дезадаптивного поведения. Вот мы обратили, вернее, не мы, а люди на улице обратили внимание на этого человека, потому что в первую очередь он был голый. Если бы он был одетый, то, ну, мало ли у нас сумасшедших ходят по городу, да, и говорят там «я бог» или ещё что-то, да, вот как говорил этот наш герой. Как определить, что человек под кайфом и под кайфом именно вот этих синтетических наркотиков? Вопрос? Ну, давайте, наверное, отвечу. Да, давайте. Константин. Ну, допустим, зрачки расширенные, то есть это как бы первое такое. Потом такое суетливое поведение, неадекватное, то есть оно сопровождается какими-то галлюцинациями, то есть или там слуховыми, или визуально ему кажется, что там что-то, какие-то рыбки там происходят, или ещё что-то там, или какие-то там он зовёт на помощь и так далее и тому подобное. То есть вызывает, в теле идёт жар, зуд, ну, как бы поражается. То есть поэтому они раздеваются? Да, да. Почему они голые-то ходят? Да, да, то есть идёт зуд и какой-то жар, и ему кажется, что если он там снимет одежду, ему там… Станет легче. Знаете, я дополню, Константин, тебя. Я впервые услышал о подобных видах наркотиков где-то примерно в 2005-2006 году. А мой приятель прилетел из Саньи, Китай, и рассказал такую вещь, что стали появляться на курорте неадекватные китайцы, которые считают себя какими-то всемогущими, могут всё сделать. И для меня тогда было непонятно, потому что Владивосток был наполнен героином, и как-то такие подобные наркотики были нам неизвестны, и состояния непонятны. И вот я дополню Константина, что помимо жара, вот эти вот состояния может вызывать и чувство вседозволенности, чувство такое, знаете, превосходства. Я могу раздеться догола. Или, например, такие ребята бывают в одежде, наоборот, плавают, или зимой бегают в трусах, ну и так далее. Не всегда, конечно, бывает. Человек, может быть, закаливается, я видел таких ребят, которые бегают зимой. В трусах. В трусах, да, не всегда. Потому что ведут здоровый образ жизни. Да, но эти люди явно отличаются, сразу видно неадекват. Это, конечно, никакие не психбольные. Это люди, которые... Психоз этот вызван именно психоактивными веществами. Хорошо, вот я иду по улице, встречаю такого человека. Или не приведи Господь, дома у меня случается подобная ситуация с кем-то из близких. Что делать? Действия какие? Давайте я тоже... Давайте я отвечу. Давайте, Руслан. В первую очередь нужно обратиться к специалисту, который объяснит суть проблемы. Вот вы говорите специалист, который объяснит... Какой специалист? Я впервые сталкиваюсь с этим. Я думаю, что в первую очередь это нарколог. Телефон? Нарколог. Клинический психолог, это нарколог, может быть, кто? Я на улице, я не знаю телефонов клинических психологов. Давайте я скажу. Да. Если, смотрите, у нас как бы законодательство... Я хочу помочь человеку. Если у нас, ну, у нас предусмат для законодательства. Если этот человек угрожает вам опасность, ну, вам угрожает опасность, да, в контакте, или вы находитесь с ним в одном пространстве, вы можете вызвать милицию, да, и милиция уже... В первую очередь милицию, да. Милиция, милиция потом уже перенаправляет, то есть вызывает бригаду, да. Ну, действительно, как бы на данный момент, вот на данный момент у нас, ну, не готова, конечно, как бы там наша структура, да, все силовые структуры, система здравоохранения, да, к приему таких больных. Но вот на сегодняшний день самое эффективное будет, если человек попадет там в психиатрическую больницу, да, и, ну, там окажут какую-то первичную помощь, да. Потом уже необходима только реабилитация, да. Ну, это уже... Это долгосрочный такой, как бы, проект, поэтому... Ну, в первую очередь, в первую очередь, да, это милиция, да. А вы говорите, если человек угрожает, а если он мне не угрожает, ну, я вижу, что ему плохо. Знаете, вот тут, наверное, я уже с профессиональной точки зрения вам объясню. В том-то, наверное, и сложность этой проблемы, что общество столкнулось с проблемой, на которого нету однозначного решения. И я объясню вам сложности. То есть, по закону, если человек находится в бреду, но не угрожает никому и не себе, и находится, например, дома, его не может забрать даже психиатрическая бригада. Да, Ольга, я разговаривал с профессором недавно, с психиатром из Москвы, и был такой случай, действительно, дочка одного из очень известных писателей стала разговаривать с котом. Кот у нее сидел на подоконнике, она с ним разговаривала, вызвали психиатрическую бригаду, приехала бригада, и она ее не госпитализировала, потому что эта девочка отказалась от госпитализации. Приехала она из Амстердама, из... Видимо, с расширенным сознанием. Ну, наверное, да, что-то экспериментировала, может быть, нет, но факт в том, наверное, беда в том, что законодательство никим образом это не регулирует, понимаете. Если человек не угрожает себе и окружающим, его не госпитализируют. Представьте, если бы такой человек ходил бы дома, никто бы им не занимался, и та же самая полиция приехала, и на просьбы родственников ничего бы с ним не сделала, потому что он находится у себя дома. И вот здесь, наверное, и самая сложная проблема, почему я лично пришел на эту передачу, для того, чтобы координировать действия различных структур. Что у нас получается? Подобный пациент, например, дома, начинается у него, ну, так называемый психоз, делерик, помрачение сознания, вызывает психиатрическую бригаду, она говорит, он наркоман, он в наркотическом опьянении. Приезжают наркологи, да, или привозят его в наркологическую больницу. Врачи говорят, он в психозе, ему прямая дорога на Шепеткова. Его везут в психиатрическую больницу. На Шепеткова его привозят, а у него интоксикация, ему нужно быстро проводить токсикологические процедуры. Иначе он может погибнуть. Он может погибнуть, потому что у него просто передозирование. Об этом мы еще позже поговорим. И вот эта раскоординированность действий, вроде бы и все делают что-то, понимаете, а на деле получается, что машина стоит на месте, как вот лебедь, рак и щука, понимаете. И вот здесь очень важно, чтобы был какой-то центр, да, или координационный совет у нас в Приморье для того, чтобы подобную проблему попытаться решить теми силами, которые у нас здесь есть. С помощью здравоохранения, с помощью правоохранительных органов и с помощью, конечно, психиатрии и тому подобных вещей. Я так поняла, что мы столкнулись с этой проблемой, вот когда нужно координировать милицию, врачей и люди, которые занимаются головой и интоксикацией. Здесь очень важно. В последнее время, да, то есть когда мы столкнулись с этими спайсами. Здесь очень важна, понимаете, информированность. Мы уже лет пять, наверное, с 2009 года последний раз говорили о наркотиках, так вот, ну, серьезно, в различных изданиях и на телевидении. Практически пять лет о наркотиках не говорят, и мы сейчас столкнулись с бедой, которая, в общем-то, косит молодежь. А скажите, а чем спайсы принципиально отличаются от героина, от морфия, опиума? Понимаете, первая сложность. То есть это тоже наркотик, да? Да, это наркотик, но очень сложно его протестировать. То есть он в моче, как правило, не определяется никакими лабораторными методами. То есть чисто визуально мы можем только определить человека? Ну, по клинике врачи устанавливают опьянение. По клинике. Ну, сейчас появились уже тесты новые, появилась какая-то база законодательная, да, чтобы эти наркотики каким-то образом фиксировать. Раньше было как? Приезжает ГАИ, человек не в адеквате, берут анализы. Он трезво, его отпускают, а он, ну, валяется. Такое где-то видео тоже я видел по автопатрулю, когда он лежит, разговаривает там с Наполеоном. Да, по пачке телефона, разговаривает по телефону, вызывает, ну, по инструкции. А с ним делать ничего не могут, даже более того, законодатели не могут даже поставить его на учет наркологический. Понимаете? А если он попадает, даже если он попадает в психиатрическую больницу, он завтра выходит и продолжается все по-новому. Еще нужно дополнительное... Мы работаем в прямом эфире, я хочу напомнить нашим телезрителям. 220-92-96, звоните, задавайте вопросы. Я вас слушаю, Константин. Я вот скажу, как я вижу, да, чем отличается. Ну, кардинальное отличие, да, классических наркотиков, то, что они, конечно, растительного происхождения, да, там, героин там делается, синтезируется из мака, там... То есть такие благородные, скажем так. Это, ну, каннабис, там, гашишное масло, это все, как бы, ну, производство, ну, растительное производство. Это вот новые наркотики, да, чем они опасны? Тем, что они чисто синтезируются, там, ну, химиками в лабораториях. То есть там нету никаких веществ, которые там растительного происхождения. Они в первую очередь поражают центральную нервную систему, головной мозг. То есть и бывают такие случаи, что, ну, ребята не возвращаются вообще, ну, с параллельного мира. То есть он как ушел в этот мир, там, в мир галлюцинации, там, и не возвращаются. Я поняла первое привыкание мгновенное. С одного раза. Вот я сейчас предлагаю посмотреть совершенно чудовищную историю, о которой мы будем говорить после того, как познакомимся с героем. На авангарде абсолютно голый житель Владивостока устроил потасовку с сотрудниками ППС. Мужчину, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения, доставили сначала в отдел полиции Ленинского района, а уже оттуда переправили в психоневрологический диспансер. По словам очевидцев происшествия, этот гражданин не сразу привлек их внимание. Он просто вышел из автобуса, с минуту постоял у газетного киоска и только после этого начал вести себя так, как будто в него вселились бесы. Мужчина напротив входа на стадион «Авангард» бегал, зад-вперед, кричал о том, чтобы ему помогли. Останавливал машины, пытался забежать в автобусы, но автобусники его, водители автобуса его выгоняли с автобуса. В конечном итоге он подошел к ларьку, зашел за ларек и начал раздеваться. Потом продолжил беготню, кричать о помощи, в конечном итоге начал разбивать стекло в распечате. Шокированные свидетели происшествия сразу начали звонить в полицию и скорую. По всем признакам было похоже, что мужчине срочно требуется помощь. Олег, и сколько он держит его? Не знаю, что они поступают. Сколько он держит? И сколько он держит? Это 5, реально. Если топлил по часам 8, продержит. Я не понимаю, для чего они это сделают. Я просто не понимаю. Пока не прокапываю. У тебя вот все на хордах. Это твоя человека камера, телефон, чтобы он все видел. Пока на «Авангард» ехали стражи порядка, мужчина продолжал шокировать прохожих. А не волнуйте, вот здесь. Позвольте, что делаете сюда. Подъездную трусу. Парни! Зарайся. Я сюда видел. Трусы подбери! Буйный мужчина не на шутку испугал работницу рядом расположенного киоска о Роспечати. По мнению женщины, здесь не обошлось без наркотиков. Ну, вроде неадекватный был, потому что, наверное, какой-то или наколотый, или больной. То есть человек голым был? Голый голым был. Как вы думаете, а что еще могло произойти, что случилось? Ну, я думал, что там у него с головой не в порядке. Подоспевший наряд полиции потратил немало времени, чтобы поймать раздетого мужчину и усадить его в служебный автомобиль, поскольку он оказывал сопротивление. В итоге хулигана доставили в отдел на улице Махалина. Но там парню стало совсем плохо, и дежурный сразу вызвал для него скорую. По предварительным данным, причиной жуткого поведения мужчины стало употребление синтетических наркотиков, так называемых скоростей. Специалисты отмечают, что при приеме этой отравы человек чувствует невыносимый жар, и у него появляется желание раздеться. В итоге мужчину доставили в психоневрологический диспансер, где он через несколько часов скончался. Медики предполагают, что причиной смерти гражданина стала передозировка. Об этой истории мы поговорим чуть позже. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня такой вот вопрос к вам. Вы усугубили просто по конопле так настолько серьезно, что до 15 лет решения свободы. А за спайсы ничего. Так может быть, наоборот, за любые спайсы по 15 лет, а за коноплю поменьше, и люди бы не гибли, так как сейчас гибнут. Спасибо за актуальный вопрос. Но это не мы усугубляли. Но в любом случае, то, о чем вы говорите, да, и так, у нас какое наказание за распространение этих наркотиков? Ну, сейчас на уровне законодательства принятый закон о том, что такой реестр, он расширился, этих запрещенных препаратов, и все вещества, которые, как квалификация идет, одурманивающие сознание, которые одурманивающие сознание, там идут, ну, они приравниваются к наркотикам, да, и вот был сюжет недавно, да, что поймали там китайца, да, на Китай-городе, и с большим количеством там таких вот такого зелья, и там сказали, что в комментарии, что ему грозит до пожизненного заключения, да. То есть на данный момент законодательство, конечно, работает, ну, конечно, не все как бы идеально, но сейчас слава богу. Очень сложно вообще обойти это, ой, вернее, очень просто обойти это, да? Ну, какими-то различными формулами, да, действительно, там есть какие-то такие прорехи, как бы, да, в законодательстве, которые наркодельцы, да, и наркодилеры, там, и кто это курирует, они пользуются этим, да, действительно. Порой формулу наркотика меняли каждый месяц-два, то есть только выходит постановление, что данное вещество, там, какое-нибудь диметил, там, пировалерон, прибавляется небольшое, там, кольцо химическое. Да, и это уже, получается, другое вещество, оно не попадает под... Под статью. Под статью, да, и поэтому сложности были, но вот сейчас вышел последний, если я не ошибаюсь, дополнение к 234-й статье, там, вот о чем говорил Константин по дурманищим веществам, но я думаю, этот закон еще будет долго, ну, обкатываться, потому что не все там так просто. Что такое дурманищие вещество? Может, кто-то дурманит со стиральным порошком, что теперь за стиральный порошок садить? Ну, мы возвращаемся к нашей истории, которая произошла в августе, снова голый человек, снова все признаки употребления синтетических наркотиков, и самое страшное, чем закончилась эта история, Руслан, расскажите нам, пожалуйста. Да, я расскажу. Этот человек был моим знакомым или даже очень хорошим другом детства. Я вот был за границей, сейчас вернулся и узнал об этой ситуации, то есть мне рассказали, там, я как-то увидел ролик. Этот человек был абсолютно нормальный, то есть он был адекватный. Чем закончилось? Он умер. Он умер? Он умер, да. Он умер, то есть вот его привезли в отделение милиции, и где он скончался? Ему помощи не было окажено в данный момент, чтобы спустить его жизнь. Вот опять же вопрос низкоординированности служб, то есть вот причем даже на кадрах явная интоксикация жуткая идет, да, ему крайне плохо, да. Ему плохо, он кричит неплохо, да, но он сидит в клетке и помощи нет. Да, и вопрос, был ли этот человек наркоманом? Нет, он не был наркоманом, я думаю, что это единичные случаи были употребления. Это был первый его случай? Первый или второй случай, когда он употребил, и вот что случилось. Причем самое страшное, то что это был спортсмен, это был абсолютно здоровый человек. Это был крепкий, здоровый парень, у него дети, у него жена, то есть у него все нормально было, и работа, и спорт, он все за него занимался. Просто что случилось с ним в один момент, этого никто не мог как-то предвидеть. У меня вопрос такой, что случилось с организмом этого человека, почему он умер? Ну, наверное, ко мне вопрос. Подобные стимуляторы вызывают резкий подъем давления и очень высокое сердцебиение. То есть, скорее всего, это была сердечная недостаточность, вызванная вот этими наркотиками. У меня вопрос к Руслану, как вы думаете, что заставило этого человека, молодого, сильного, здорового, взять в руки, я не знаю, как выглядит этот препарат, съесть его, выпить, выкурить. Мы сейчас будем разбираться, да, как они выглядят. На мой взгляд, даже если не было предрасположенности, он это мог, это очень легко сейчас стало найти, то есть доступно. То есть, это можно найти сейчас где угодно и встретить, то есть, где он это нашел, я не могу сказать. А почему он это сделал? Предложили, может быть, что-то самому захотелось попробовать. То есть, что-то новое, что-то легальное, может быть, казалось, что оно не такое опасное на самом деле. Может, даже могяснили, что это с точки зрения законодательства, это не является преступлением. Мы вернемся к нашему разговору после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь.